Почему вы здесь? Потому что быть среди единомышленников очень здорово. Потому что здесь музыка, танцы, здесь полезные практики. Очень много интересных людей, которые тоже пытаются изменить свою жизнь, к лучшему жизни своих близких. Что делаете вы здесь? Чем занимаетесь? Чем занимаетесь? Чем самая любимая практика? Ну, вообще, по жизни я дизайнер, дизайнер-архитектор. Но одно из моих увлечений – это экотуризм, апитерапия. Расскажите, пожалуйста. Апитерапия – это возможность поспать на ульях. То есть это такой небольшой домик. Ну, как это у нас решено. Это, наверное, может по-разному быть решено. В России это не очень развито. Ну, вот у нас с мужем один домик такой построен в Лысогорском районе, в Радославном. Второй домик сейчас строится в Затоне. Небольшой, то есть в чем преимущество? Многие думают, что апитерапия – это только пчелоужаливание. Это все-таки больно. Хотя это эффективно и на самом деле даже на себе проверено. Очень хороший эффект. Но здесь никто никого не кусает. Здесь небольшое пространство, в котором ульи встроены в небольшой домик. И вы можете лечь на лежанку, а под ней будут жужжать пчелы. Они будут закрыты от вас. Они на вас не сядут, не укусят. Но вы будете слышать их жужжание. Это сейчас есть такое направление – биорезонансная терапия. Даже в Европе лечат серьезные заболевания с помощью вот таких сеансов. У нас это пока практически на таком этапе исследования. То есть второй год домик функционирует в Лысогорском районе. И вот только строим мы в Затоне. Я на себе, на своем здоровье могу подтвердить, что на самом деле эффект есть. При том, что сейчас очень хорошо после всяких коронавирусов или просто для укрепления легочной системы. Потому что когда вы находитесь внутри домика, даже если не брать биорезонанс, вы дышите прополисом, медом. Вы находитесь практически внутри улья. То есть он вот под вами. И я поняла, что это мой путь. То есть да, дизайн – это хорошо, я продолжаю им заниматься. Но вот то, что меня сейчас занимает – это вот именно апитерапия. Ну и здесь люди очень разносторонние, которые тоже пытаются как-то уходить от общепринятых стандартов. Это и лечение не таблетками, и праздники без алкоголя, и танцы без какого-то большого события. То есть это какой-то другой формат бытия и праздничного, и буднего. Я очень рада быть здесь. Большое спасибо организаторам и тем, кто вокруг. Спасибо.